В Крачево-Черкетии проходит международная научно-практическая конференция, приуроченная 25-летию образования Координационного центра мусульман Северного Кавказа и 30-летию образования Крачево-Черкесского исламского института. Мероприятие было организовано при поддержке Фонда исламской культуры, науки и образования, где приняли участие представители духовенства России, ученые и богословы из стран Европы, Сирии и Средней Азии. Алихан Лепшоков подробнее. В международную научно-практическую конференцию открылись чтения аятов из священного Корана. После для всех участников был представлен ролик о деятельности Карачево-Черкесского исламского института имени имама Абуханифа. Собравшиеся увидели историю становления вуза и преобразования, которые произошли за последние несколько лет. От имени главы республики Рашида Темрезова всех поприветствовал первый заместитель председателя правительства Хазарчик Куев. Уверен, что сегодняшняя встреча будет способствовать развитию духовности, а все выступления и предложения могут иметь прикладное значение для укрепления гражданского согласия и популяризации традиционного ислама в нашей стране, религии, мира и добра. Проведение настоящей конференции в истории Карачаево-Черкесской республики является знаковым событием. После Хазарчик Куев наградил почетными грамотами главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова, Муфтеев, Республики СКФО и Адыгеи в рамках празднования 25-летия образования координационного центра «Мусульман Северного Кавказа». «Это уникальная площадка, которая координирует и сплачивает представителей различных национальностей и религиозных конфессий. И хотелось бы пожелать участникам конференции плодотворной работы», отметил заместитель начальника департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления внутренней политикой администрации президента России Алмаз Файзулин. «Конечно, очень рад возможность находиться здесь, на гостеприимой земле Карачаева-Черкесии, очень динамично, бурно развивающемся регионе, где придается очень важное значение выстраиванию государственно-конфессиональных отношений. И, конечно, это приносит свои плоды». Также всех участников поприветствовал председатель координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» Исмаил Хаджибердиев. Он поздравил Карачаево-Черкесский Исламский институт с 30-летним юбилеем и вручил ректору вуза Мухаммад Хаджибатчаеву орден за ослуги перед Уммой. Исмаил Хаджибердиев пожелал плодотворной работы участникам конференции. «Это благодаря главе республики мы тоже проводим вот эти вот мероприятия. То, что у нас именно в 93-м году мы образовали Исламский институт, уже прошло 30 лет. Если взять в историческом виде, это абсолютно ничего не значит, но для нас это очень многое значит. То, что было в начале и то, что сейчас, это совсем большая разница. То, что у нас было 17 мечетей, а сейчас почти 170, это уже о чем-то говорит». Представители различных исламских вузов России высоко отмечали работу Карачаево-Черкесского Исламского института и желали дальнейшего процветания. «Институт отмечает не только юбилейную дату, но еще подводит определенные итоги своей деятельности за эти 30 лет. Было сделано многое, было подготовлено большое количество выпускников, которые сейчас строятся на разных абсолютно направлениях. И очень отрадно и важно, что к этому своему юбилею институт приступил, проводя такое значимое мероприятие, какая-то международная конференция». Представитель мусульманской общины во Франции шейх Сулейман Кристоф Якобс подчеркнул важность сохранения духовных ценностей и отметил, что жителям Европы и России необходимо тесно общаться и проводить подобные мероприятия, чтобы познать друг друга. А шейх из Сирии, доктор исламских наук Мухаммад Раджи Абдиб, сказал, что Россия является той страной, которая оказывает поддержку и способствует гармонизации межрелигиозных и межконфессиональных отношений между народами мира. Жителям Европы и России необходимо лучше узнать друг друга, так как это позволит нам преодолеть те предрассудки, которые распространены. И мы надеемся, что такие конференции позволят нам консолидироваться и уважать друг друга. И хвала Всевышнему, что есть вечная любовь. Мусульмане, христиане, иудеи и представители других религий должны познать друг друга. Российская Федерация в основном является блюстителем или распространителем добра в тех странах, которые пережили европейскую колонизацию. Россия в основном делает очень много благотворительных дел для этих стран. Ректор Карачаева Черкесского Исламского Института имени имама Абуханифа Мухаммад Хаджибачаев выразил всем участникам конференции благодарность и отметил, что ВУЗ и дальше будет продолжать развиваться, оставаясь настоящим флагманом религиозного образования. В дальнейшем, как известно, сейчас уже студенты, уже еле-еле вмещаются внутрь института. В дальнейшем, да, в столах мы планируем расширить институт. И сейчас работаем над тем, чтобы получить государственную аккредитацию. В завершении для всех гостей и участников был организован праздничный обед по случаю празднования 30-летия Исламского Института. Алихан Лепшоков, Михак Аракелян, Вести Карачаева, Черкесия.